Заходи на whathub.net Новогоднее наступление 20-23 уже началось На сайте появилось большое количество новогодних коробок Ты сможешь выиграть большое количество новогодних, восточных, волшебных, рождественских коробок Или даже сразу все 4 типа одновременно Ты сможешь получить уникальную премиум технику И даже танки 9 уровня могут стать твоими А еще золото, дни танкового премиум аккаунта, кредиты, 3D стили ресурсы и даже редшердского кота Открывая кейсы ты автоматически принимаешь участие в ивенте новогоднее наступление 20-23 В котором разыграются более 1100 коробок Может быть ты тот самый обладатель и именно ты выиграешь большие новогодние коробки Также не забывай про бесплатный барабан бонусов В котором можно выиграть бесплатное открытие новогодних кейсов с новогодними коробками Удачи и до встречи на whathub.net Ребят, всем большой-большой привет С вами Inspire99 И в сегодняшнем видео мы поговорим про тот танк, который скорее всего выпал именно вам с новогодних коробок Это М3 легкий Наверное многие про данный танк забыли А если честно, я удивился, когда я зашел на YouTube посмотреть вообще обзоры по данному танку Я зашел и удивился Последний обзор делал я 4 или по-моему 5 лет назад Больше про него вообще никто обзоров никаких не пилил Короче, данный танк вообще не нужен Он находится на полной там свалке истории И в общем вот так Но сегодня мы обновим гайд Возможно это вообще последний гайд по данному танку Поэтому с какой-то части, с какой-то точки зрения это историческое событие Приятного вам просмотра Ну а первое то, с чего мы начнем и отпускать этого не будем Это бронирование Да, нужно понимать то, что это там 3 уровня Но все-таки обсудим Что у нас здесь есть? Ну, во-первых, он так себе на внешний вид Да, и по сути это броня от всяких там М2 Лайтов И тому подобных машин Их там М3 Стюарт Огромное количество Очень похожих По внешнему виду, честное слово, даже не разобрать Есть такие бронелисты, которые настолько красным сияют То, что такое чувство, что здесь, наверное, брони больше, чем Мауса На деле 38-48 Ну и как вы видите, это на ББшке Если мы заряжаем голду То мы спокойно пробиваем себя Со 100% вероятностью Практически в любые места Как бы мы там не доворачивали Подворачивали и все То есть бронирование у данной ЛТ Действительно как у ЛТ Но для своего уровня Иногда что-то может танкануть Где-то там изредка Вот, много ботов играет на этом уровне Поэтому очень многие будут стрелять автоприцелом Именно боты И будут стрелять на основных снарядах Поэтому небольшой такой шанс, скажем Будет где-то кого-то отбить Плюс ко всему здесь 10 УВНов Если уж мы тогда от УВНов стоим разваливаем Да, это третий уровень Это песок, но все-таки Иногда могут случаться какие-то рикошеты Но не более того То есть вы поняли Здесь без фанатизма брони Как таковой Огромнейшей какой-то там, конечно же, нету Что у нас по следующим ТТХ? Первое это орудие С которого, наверное, все нужно начинать Хотя здесь, по сути, нет ничего сверхъестественного 30-ти миллиметровочка 40 Альфы 48 на базовом уровне пробития Это ББшка 70 на голду Но фугас мы будем разбирать Данная ББшка пробивает 48 Для своего уровня Это средний показатель Как бы там нету, знаете, такой Большого такого дисбаланса Это ТТ он пробивает хорошо Это СТ он пробивает неплохо ЛТ пробивает плохо Здесь такого нету В принципе, что ЛТ Что там тяжелые танки Пробивают, в принципе, средние На своем уровне Вот ПТ, да, они отличаются Но здесь как бы совсем Совсем как бы усреднен показатель Голда пробивает 70 Это тоже Потому что у нас есть и соточка И соточка есть на каких-нибудь В ЦМ ПАК 40 По-моему, там вообще базовым снарядом То есть это бронепробитие Которого плюс-минус будет хватать Но попадается к вам Какой-нибудь там ПЗС-35 Уже сложновато начинается Попадается там какой-нибудь Не знаю Другой какой-то Супер там твердый танк Типа джедая То это тоже уже проблема Абсолютно никакой по точности 0.42 сводится быстро Стабилизация отвратительная Да, ДПМ-1001 Прикольно Это с вентилем Да, это как бы Боевое братство Нужно понимать То, что не доп. паек Не воткнешь, да Ни что-то еще Потому что всего два слота Под оборудование Естественно Ремка, естественно Аптечка Чтобы, ну, по полной снарядиться Можно поставить сюда вентиль Ну и второе Уже думайте сами Либо турбину Чтобы он ехал Ну, я бы советовал Наверное, все-таки Про светленку поставить Если уж вдумаетесь Как-то играть на этом танке То тогда Совсем-совсем прочим Совсем плюс-минус Таким равным У вас получится 340 метров обзора Это не супер рекорд Для своего уровня Есть машины Которые нас в этом деле Скажем так Уламывают просто на раз-два Ну, это, скажем так Неплохой такой показатель Будет именно с оптикой При этом Данный танк ездит Очень хорошо 61 вперед 20 назад И вертится И уделки у него хватает То есть, ну, такой вот Скороход Можно так это назвать 390 хп Опять-таки Это усредненный показатель По уровню И по всей сути Вот, если уж так Посмотреть на этот танк То в нем нет Ничего такого Вот прям сверх Вау интересного Если, в принципе Разобрать все машины Которые нам выпадали Из коробок Даже какие-то там Большого уровня Маленького Да, можно вот разобрать Ну, в принципе Восьмой левела Мы не будем трогать Да, там и девятку Одну Шарл МЛЕ-75 Мы, в принципе Понимаем, что это за танк Но, если пройтись Тот же СУ-102 СУ-2-122 Прекраснейший Это бабаха двухстволка Прикольно-прикольно Панцер Кауфаген КВ Один Эрпом Или Ай-Эр Я там точно не помню Вот Прикольный танк Он внешне красивый На нем что-то можно поиграть То есть он, в принципе Усредненный Но он неплохой По ТТХ С ВМ Он как бы сойдет Гарри Поттер Четвертого уровня Да, Харри Хопкинс Отличный танк Он пробивает В смысле на своем уровне Он ездит неплохо Да, он немножко Такой, как поезд Все-таки поворачивать Он не сильно любит Но, что касается Прямой езды Это у него получается Отменно Плюс ко всему Пробитие хорошее Поэтому данный танк Зачетный Панцер Кауфаген Тридцать восемь Аж семьсот тридцать пять Ф Без, ну, вообще Без вопросов Гетча Потрясающий танк И М3 легкий В этом плане Выглядит каким-то Самым, ну, не то Чтобы ничтожным Ну, самым таким Неинтересным Он действительно Обычный И за ним Ничего не стоит Вот, честно Я собирался сделать Такой вот супер Прям полноценный гайд А рассказать Вот, ну, как-то Не о чем о нем Есть очень много Прикольных Всяких там ЛТ на третьем уровне Если вы хотите Поиграть Берите Т-127 Прикольная ЛТшка Напомню, 750 голды стоит Покупайте И там вот Весь раздор Там прям данный танк Во-первых ДПМ Да, у него там 1300 базовый ДПМ А у нас-то 981 Разница уже в 400 Что-то скажешь Да, ну, 400 На своем уровне Это сверх прям показатели Вот, плюс ко всему Там броня у 127 хорошая, да Где-то есть БТСВ Со своими там Фирменными Этими просто Потрясающими Бортами, да Там тоже пушка ДПМная Сводится быстро И все остальное Но при этом нету УВН Там 4 градусов По-моему, УВН Если не ошибаюсь Есть всякие БТСМ артиллерийские Но вот М3 легкий На мой взгляд Танк, который Ну, прям вот Ни о чем То есть, если по всем Остальным машинам Я могу сказать В принципе Сохраняйте ее Там иногда Выкатывайте на них Любой танк Могу посоветовать Из тех вот Который был То этот танк Действительно тяжелый Он не тяжелый С точки зрения того Что он как-то Не может играть На нем нет В песке Можно практически На любом танк Инагдоте Если у тебя Хотя бы уже Есть скорость Ты уже способен Просто выдавать Там потрясающие цифры Урона Без разницы Какое у тебя орудие Если ты просто Можешь быстро ездить В песке Это очень действительно важно И этот танк Может это делать Вот Но поиграв на нем Я лично Для себя Не испытал Никакой прям Большой радости Он ездит Он обычно циклично В тот момент Когда ты попадаешь В нормальные бои Без ботов Когда фул на фул Там 10 на 10 Или хотя 15 на 15 Да вы там катаете Уже полностью игроками Кто-то катает На каких-то фугасных Кто-то катает На каких-то барабанах Кто-то катает На ПЗ-1С У которого там 300-400 Он с барабана выдает Кто-то там катает На БТСВ Кто-то катает На бронированных Там супер ультимативных Как Чифтен Да ПЗС там 35 Я уже забыл 739F Отличная машина немецкая Вот А на этом Как-то ты катаешь Ну вроде бы наш советский Но ты не испытываешь Прям большой радости Я не могу сказать То что он Скажем так Плохой Да есть тут у нас Прям танки По типу там 112 Но сказать то что Это плохой прям танк Ну ты не можешь это сказать Да или там Альпийский тигр Или еще что-то из этого Ты не можешь сказать Что это плохой прям танк Но просто он Немножко уже устарел И на фоне других Он мне кажется Таким вот интересным Актуальным И замечательным Поэтому если вы В принципе Очень такой рациональный игрок И оставляете у себя в ангаре Только супер интересные машины Или машины На которых вы будете играть Будете там нагибать Они какие-то там Супер сильные Супер интересные То этот танк Точно для вас Вот его возможно Вы можете сбагрить Вот если вы там Прям супер экономист Такой Особо в ангаре Ничего держать не любите То этот танк Однозначно Для продажи Сойдет вот 100% Если вы коллекционер То собирайте Сказать вам И подсоветовать Играть на нем Не могу Потому что таких машин В рандоме Огромное количество И супер интересно Вы ничего не получите Катайте спокойно Там на каких-нибудь Гарри Поттерах Там на Гетчах Гораздо будет интереснее Чем на этом Вот такой вот У меня получился обзор Наверное Не самый положительный По данному танку Но к сожалению И в объективности Так и есть Немножко мы полинчевали Его сегодня Как-то вот так Всем большое ребят Спасибо Подписываемся на Ютуб канал Подписываемся на Телеграм Там очень интересно Ссылочка в описании Пишем свои комментарии Ставим лайки До новых встреч Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok